Всем привет! Всем доброе утро, друзья. Меня зовут Настя. У меня сегодня утром началось поездки на Курган. За товаром по Ашану я заказывала в совместных покупках. Вот такие штуки покажу дома. Ужасный ветер, невероятный гололед. Еще вот здесь вот снежок. А сейчас я только что села по зеркалу. Я думала, что я разобьюсь. В общем, приятного мало на улице. Ребенок в музее. Вроде как разобрались они. Пошли сегодня самостоятельно. Первый раз. Там сколько у них с деньгами не получилось. Но пусть привыкают. Потому что уже 8 лет. Уже должны соображать, что куда и почему. То они такие расхлябанные. Вечно несосредоточенные. Как шалтай-болтай какие-то. Поэтому сегодня пошли самостоятельно. А Василиса с подружкой. У них были денежки на билеты. И вот они там разбирались в кассе, чтобы правильно их купить. Сначала купили, видимо, неправильно. Сейчас решили этот вопрос. Я сейчас поеду домой. Начну грандиозную уборку. Сегодня в планах наряжать квартиру. Но не знаю, как это получится. А, я хотела в перекресток. Сейчас в перекресток все заскочим. Перекрестки много игрушек. Классно. Какая пуссанция. На прищепочках. Мне нравится. Я возьму два. Шаров у меня как грязи. Маруся караулит. Вдруг ей чего-нибудь тоже дадут. А ей ничего не дают. Ребята. Сегодня мы наряжаем елку. Да, сегодня у нас наряжательный день. Елка достана. И у нас есть новый фонарь. На кухню должен гореть. Давайте я включу. Подожди, надо как-то его зажечь. О, горит красный. Пойдем вешать на кухню. О, горит красным цветом горит. У нас здесь маленькая елочка. О, сейчас мы как-то его наденем, а он падает. Так что мы, да. У нас есть на елке новая звезда. Да, главное есть. Все остальное фигня. Интересно, что там за батарейка? И куда ее вставлять, если она сядет? Ну ладно, это дело десятая. Так, ребята, у нас все продолжается. Елка встала уже на свое законное место. Вот этого сегодня я купила. Деда Морозика в перекрестке продается. Не могу понять, стекло он или пластик, но красивый. Телевизору включили советские мультики новогодние. А Василиса вырезает снежинки. Потому что от гномиков в адвент календаре ей такое задание пришло. Где тут? Вот. Сделать снежинки своими руками. В общем, пока что это так выглядит. Сегодня, конечно, я уже не успею украсить, но большая часть уже закончена. То есть елка стоит. Я потихонечку разбираю, что тут у нас. Еще куча всяких наклеек. Веночков. Много всего. Но пока вот так-то выглядит. Сегодня тут мандалей. Даша, езжай. Даша, поставь ровно ноги. Забрала я девчонок из дворца. Естественно, тут автоматически берутся линдянки. И сегодня многолюдно. Много людей. Большая очередь. Много ребят. Но надеюсь, что будет без инцидентов. Без всяких. Потому что вон парень какой-то уже лежит в шумбробе. У нас еще рядом с домом есть хорошая горка. Но раз уж идем в дворец, что здесь хорошо раскатано. Девчонки. Ну как, Василий, впечатление? Нормально. Здорово. Вообще как снаряд какой-то. Блин. Тут разгон такой невероятный. Надо тоже как-нибудь прокатиться. Я зато сегодня подготовилась в шапке, в длинном пальто, чтобы мне не было холода. В прошлый раз я околела. Ребята, вот такие у меня продвижения сейчас. И полсетия. Полсетия. Очень в кассу. Посмотрите, какая красота. Я, кстати, достала в этом году старые новогодние игрушки моего детства. Потому что в основном зайчики. И они в этом году к тему. Сейчас буду цеплять пунсеттию. Вот у меня тут два варианта. Красная и желтая. Купила вот в перекрестке буквально, когда я была. И вот. Они очень красивые тут. Получаются. Но они, конечно, такие лебезные. Мне кажется, сейчас развалятся. Ну ладно, сейчас прилеплю. Уже будет это финишные. Финишные цветочки. Ну что, друзья. Самая главная елка дома готова. Да и вообще все готово. В общем, все укашено. Все висит. Я даже смудрилась сюда втиснуть своих ангелочков. Которые вышивала. Там вот здесь Санта-Клаус. Готовы арки. Готовы роялы. Фортепиано. В общем, все. Украшения закончились. Кухня тоже украшена. Сейчас буду вешать белье. Да. Василиса только что положила. Вот такие будни у нас. Так что адвент-календарь еще будет доделываться. Завтра уже пятое число. Василиса считает прям дней. Так что вот с такими вот классными огоньними украшениями невозможно сделать некрасивую елку. Очень рекомендую. В перекрестке вот эти цветы. Мне прям они очень зашли. Я бы купила еще для упаковочки. Мне кажется, что у меня и так достаточно игрушек. Ладно, ребятки. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока. В общем, снимала, снимала, снимала. Вспомнила, что не сняла. Что я бы заказала в Ашане. В общем, в Ашане были по скидке вот такие вот штуки. 100 фильмов для просмотра. 100 книг для прочтения. И 100 дел современной леди. Вот такие классные вещи. Вообще, на самом деле, вот это 100 дел современной леди, мне интересно, что это значит. У меня есть скрейч в календаре. Еще не начатый, правда. 150 заданий для вышивальщиц. У меня есть также такой же осенний-весенний. В общем, кто меня знает как вышивальщица, в общем, знает, что развлекаюсь. Ну, а это после Нового года. Сейчас у меня и так дел выше крыши. Вот, такие вот штуки бывают. Имейте в виду, что это очень классная идея для презентов. Вот целый мешок радости для себя и друзей. В общем, ребят, осталось у меня семь, по-моему, этих коробок. Буду доделывать календарь. Потому что, если я откладываю что-то в долгий ящик, это все, это навсегда. Мне надо это обязательно доделать. И уже тогда со спокойной душой все сделано. Подготовка к Новому году, в общем-то, у меня завершена. Все украшено, все стоит на своих местах. Подарки, кроме одного, заказаны. Все приехало. В общем, все круто. Все, я молодец. Могу спокойно жить в декабре. Спасибо.